Всем привет, с вами Евгений Соловьев. Хотел я сегодня сделать выпуск про то, что по слухам вообще будет происходить с Volkswagen, со Skoda, уйдут, не уйдут, останутся, не останутся, какие у них сложности и так далее. Но вроде как через два дня должны уже какие-то быть официальные заявления, а это значит, что не буду я распространять какие-то слухи инсайта, давайте дождемся официальной информации и от нее будем отталкиваться. И тогда я подумал, какой контент может быть полезен прямо сейчас. И я решил, что сегодня автомобиль является очень большой ценностью. Во-первых, с одной стороны, люди бегают и думают, куда деньги вложить, чтобы они там не пропали. С другой стороны, новые машины, которые пришли, они пришли по новым ценам. И многие там, когда заказывали еще с какими-то опциями дополнительными, получили те же Кодиаки на миллион дороже, и многие в итоге начали отказываться от покупки автомобиля. Поэтому это, кстати говоря, тоже еще одна новость, потому что сейчас будет еще много отказных машин. И кто готов за какие-то деньги, которые для нас сейчас выглядят как неадекватные, за какие-то высокие суммы их покупать, то машины, скорее всего, сейчас будут. И кто готов прям прийти, налички дилеру дать, чтобы завод отгрузил. Потому что завод сейчас отгружает только по 100% предоплате дилеру автомобиля. Поэтому вы 100% предоплату дилеру, дилер забирает у завода автомобиль, и он там буквально через несколько дней у вас. Все. Поэтому кто хочет за эти деньги, пожалуйста. Для всех остальных, смотрите, те машины, которые есть у вас, во-первых, они не важны даже, насколько они там старые и новые, ну, если они в адекватном состоянии, конечно. Они у вас там застрахована по каске, да. Еще что-то такое. Но в действительности цена на них сейчас выросла очень сильно, а их ценность выросла вообще непропорционально. Потому что забери у человека автомобиль, и новый ему уже не купить. Либо вообще не купить, то есть, ну, либо он где-то БУ будет искать какой-то, уже совсем за другие деньги, либо еще что-то. Поэтому наша задача сейчас сохранить автомобили как можно в лучшем состоянии, чтобы как можно дольше они нам с вами прослужили. Кстати, еще много задаете вопросов про гарантийные обязательства и про запчасти. Но что касается запчастей, центральный склад открыт, все. То есть, вы их можете покупать, дилеры их могут вам продавать. Понятное дело, что по другим ценам. Что касается гарантийных обязательств, то Шпода, по крайней мере, заявляет, что выполняет их в полном объеме. Ну, понятное дело, что где-то там по кем-то, по мелочи там дилеры, как обычно, могут там вас динамить. Но в целом, то есть, гарантия работает. И в принципе, то есть, какой-то глобальной проблемы, трагедии с этим сейчас прямо у нас не наблюдается. Друзья, ну, чуть-чуть попозже, ближе к концу ролика, я перейду все-таки к тому, что необходимо сделать с автомобилем. Хочу сейчас другие актуальные вопросы все затронуть. И самый первый вопрос, что, как вы знаете, уже ТикТок там не работает, Фейсбук не работает в России, Гугл отключила монетизацию, то есть, блогеры перестали деньги с Ютуба получать. Вот, поэтому очень важно нам с вами не теряться. У меня есть площадка на Яндекс.Дзен, там тот же самый контент. Есть клубный чат в Телеграме, где там 440 человек сейчас, где можно там какие-то вопросы задавать и так далее. Ну, на Рутуб, ну, Рутуб я так серьезно не рассматриваю, но лучше подписаться. Лучше подписаться везде. Сейчас, кстати говоря, активизировалась группа ВКонтакте, о чем я очень сильно удивлен. Надо будет мне ее тоже в порядок привести. Я все ссылочки обязательно оставлю в описании. Обязательно подписывайтесь на все эти ресурсы. Ну, и в связи с тем, что монетизация отключена, я просто не могу вам не сказать того, что всегда есть возможность помочь тому автору, который сделал для вас что-то полезное, чем-то вам тоже помог. То есть, я не говорю, что каждому, кто там смотрит видео, он должен там каждому блогеру закинуть каких-то денег. Ну, конечно, нет. Но если я реально чем-то вам помог, то отблагодарить всегда можете. Можно стать спонсором канала. Не то, чтобы мне от этого финансово как-то сильно хорошо, потому что там, наверное, процент 30 остается. Все остальное забирает либо Google, либо партнеры. Но зато у вас будет доступ к все-таки какой-то эксклюзивной информации, которую я редко, но все-таки я публикую в разделе сообщества только для спонсоров. Да, и в данном случае там я недавно публиковал краски инсайты по Шкоде. Также есть прямая ссылочка на донаты. Вот, вы можете их оставлять. И я вам, естественно, буду за это благодарен. Год, безусловно, будет тяжелый, но как я тут посмотрел разных аналитиков, что там говорят финансовые, да, на РБК и так далее, ну, как мне кажется, есть предпосылки к тому, что все-таки постепенно все это будет откатываться по мере завершения вот этих событий известных, да, все-таки все будет возвращаться. Да, конечно, идеально не будет, но ужас-ужас-ужас тоже не наступит. Да, скорее всего, будет просто очень тяжелый год. Тем не менее, понятное дело, что кто-то сейчас там потеряет работу, кто-то предпринимателям каким-то придется менять какие-то ниши, да, потому что есть много всяких сложностей, и поэтому если ищете, рассматриваете для себя, чем заняться, то вот специально для вас, слава богу, еще не все рекламные контракты отвалились, поэтому рекламная интеграция. А знаете ли вы, что интернет-магазин Юлсан, входящего в топ-5 интернет-магазинов по продаже автозапчастей, есть свое удобное мобильное приложение, где вы можете посмотреть ваш офис, в котором вы покупаете запчасти, а также открыть удобный большой разветвленный каталог и выбрать те запчасти, которые нужны вам. Но далеко не все знают, что Юлсан – это также еще и франшиза. И на сайте partneryulsan.ru есть описание всех условий получения этой франшизы. Сразу скажу вам, что вход вообще небольшой, от 95 тысяч рублей. Но самое главное, что роялти фиксированы. То есть, как много бы вы ни зарабатывали, в любом случае вы будете платить только фикс за пользование франшизой. Все ссылочки оставляю в описании. Друзья, ну и теперь мы переходим к сути ролика, конкретно, что нужно сделать сейчас, важно сделать с автомобилем, особенно если вы думаете, куда прямо сейчас вложить деньги. Значит, еще раз, ценность автомобиля, и цена, и ценность сейчас невозможно переоценить. Поэтому наша задача – сохранить его как можно на больший срок и защитить его, чтобы он у вас как можно дольше сейчас проработал и его там не угнали или еще что-нибудь. Я понимаю, что Skoda не очень угоняет, но тем не менее. Поэтому, во-первых, я рекомендую поставить дополнительный охранный комплекс, иммобилайзер хотя бы какой-нибудь, да, какую-нибудь таблетку, метку, еще что-то. Ну, специалисты вам лучше расскажут, что нужно поставить. Второе. Мы не представляем, насколько еще эта ситуация, мы не представляем, когда наш уровень доходов вырастет до актуальной стоимости автомобилей. Поэтому машину нам нужно сохранить. И поэтому то, чего я всегда говорил, не надо делать, да, вот сегодня, наверное, это все-таки опять актуально. Я думаю, что нужно сделать машине антикорр. Тем более, что вот как я делал кашумоизоляцию, если вы смотрели видео, то очевидно, что, несмотря на цинковку, на все, все равно машина со временем будет подвергаться так или иначе коррозии. Вот, поэтому, особенно если у вас машине там 3-4-5 лет, то я думаю, что самое время все-таки заняться ее обработкой. Если я буду зазадачиваться этим вопросом, да, найду, где как лучше делать, то я вам обязательно расскажу. Пока что я ничего сказать не могу, потому что я антикорр последний раз антикоррил... А что я антикоррил? Да и у Нексия в 2005 году. Не одну жкоду я не антикоррил, потому что я не видел в этом смысла. Сейчас я считаю, что все-таки нужно этим заняться. И последнее, что нужно сделать, у большинства из вас, и по крайней мере 100% у всех, кто купил Октавию, там, семерочку, да, скорее всего, нет защиты картера. Вот у меня ее, например, точно нет, я это абсолютно точно знаю. Дороги у нас все-таки не везде идеальные, да, и в случае, если где-то попадется какой-то камень, какая-то очень большая яма, еще что-то, снизу можно очень серьезно повредить двигатель. Поддон там буквально пластиковый, там же у нас рядом висит коробка передач. И для того, чтобы предотвратить на попадание на большие деньги, а все-таки все эти элементы стоят достаточно дорого, и сейчас цены еще вырастут, то очень неплохо было бы поставить защиту картера. Можно взять какую-нибудь карбоновую, китайскую, оригинальный, конечно, сейчас космос стоит. Вот, я думаю, что более чем достаточно для того, чтобы защитить ваш автомобиль. Ну, все остальное на ваше усмотрение. То есть, вот, я рекомендую сделать обязательно вот эти три действия. Вот, дорогие друзья, надеюсь, в четверг я смогу вам, наконец-то, выложить тест-драйв Кодиака Фейслифт. Как раз-таки для тех, кто захочет купить его по новым высоким ценам, отказную машину, да, за наличку, то, что кредит сейчас, ну, сами понимаете, 25%, ну, такое себе, то вы сможете посмотреть и принять решение. Ну, а для всех остальных просто посмотреть приятное, интересное, красивое видео. Надеюсь, я сегодня рассказал что-то полезное. Надеюсь, что это вам в жизни пригодится. Вообще, чем будет тяжелее, тем, соответственно, я буду больше искать какого-то именно такого контента. То есть, где, что, как можно сделать, как можно сохранить денег, себя обезопасить и так далее. Ну, а с вами был Евгений Соловьев. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»